Друзья, всем снова привет! Рад видеть всех, кому не чужда любовь к ножам. Сегодня у нас видео будет не длинное, но, надеюсь, интересное. У нас сегодня анбоксинг, а по-нашему раскабанинг. Специально не буду в превьюшку ставить фотографию этого ножа и специально не буду писать его модель в названии ролика, чтобы до последнего держать интригу. Я сам уже с нетерпением жду, когда вскрою эту посылку, потому что уже четвертый или пятый день пошел, как она у меня дома, но я терпел, не открывал. Вот так тренировал дисциплину, а это очень сложный случай с ножами. Просто хотел, чтобы эта эмоция первого впечатления была самая честная и с вами на камеру. Вскрываю, кстати, Себой, потому что, потому что могу. Нет, потому что внутри нож, в принципе, такого же класса, как и Себенза. Заодно вот так вот наглядно и сравним. Всегда не просто в этих запакованных посылках найти место, где прорезать, боишься прорезать коробку ножа внутри. Открываем. Да, друзья, это Майкротек. Относительно недавно у меня уже была такая коробочка на обзоре, на распаковке. Это был Ультратек Баунти Хантер, моя первая фронталка в жизни. Тоже очень желанный был мне нож, но, честно говоря, я быстро наигрался, как ребенок. Ну, собственно, нажиманы мы все. Мы все дети, просто игрушки немножко другие. Наигрался, признаю, нож тот был очень кайфовый, Баунти Хантер. Но я все-таки люблю ножами пользоваться, а Ультратек оказался для меня лично совершенно бестолковым в плане использования. Ну, он просто не режет, его надо постоянно чистить, молиться над той конструкцией, переживать, а все ли там нормально, не забилось ли жиром, чешуей. В общем, с функциональной точки зрения я Ультратеком наигрался, а с эстетической, с такой эмоциональной, вспоминая его с теплотой, и этот нож был очень кайфовый. Олег, тебе привет, сейчас этот нож у Олега, надеюсь, он его радует. Поехали дальше. Ну, тут наклеечка какая-то. Прикольная наклейка, PVK Vegas. Многие, кто уже искушенный ножоман, знают этот магазин в США. Он продает определенные строго бренды и кастомные ножи. Я впервые, впервые имел дело с этим магазином. Ну, я вам уже сказал, странная ситуация была у меня при покупке этого ножа. Деньги ушли, а нож не был отправлен. День за днем шел, никакой информации. Прошла неделя примерно. Я начал писать туда, а мне говорят, так подтвердите свой возраст. Блин, ну такая история. А если не подтвердил бы, так что? Деньги-то вы списали уже в первый же день. Ну, хорошо, что все хорошо закончилось. Бумажечка стандартная, по-моему, она идет во всех ножах Microtec, как минимум серийных. Фух! Да, я нож уже увидел. Хорошо, что он на месте, а вы еще не видели. Но не буду больше томить. Я хоть в красота, даже в пленке. Все, кто в теме, уже поняли, что это. Это Microtec LUDT. Latch Underwater Demolition Team. Если перевести это дословно, то будет что-то типа большая подводная подрывная команда. Давайте уберемся бензи, чтобы не опошлял этот момент. Очень красивый. Я, честно говоря, думал, что он будет немножко покрупнее. Вот так вот он в ладони выглядит. Причем ладонь у меня не крупная. Нож-автомат, как вы видите, клинок выкидывается сбоку нажатием на кнопку. Давайте посмотрим просто в деталях. Ну, в руке, сразу стоит сказать, очень приятно. Чувствуется, все сделано аккуратно и красиво. Но это Microtec. Этим они славятся. Мой любимый скругленный обувь, насечка красивая. Алюминий. Собственно, это было одно из тех причин, по которой я очень давно желаю этот нож. Я люблю ножи с алюминиевой рукоятью. Хороший дизайн, красивый цвет. Не знаю, как там цветопередача, потому что сейчас освещение такое пасмурно-осеннее. Наверняка цветопередача хромает, но вживую это хорошо выглядит. Немножко металлик, немножко отблескивает. А сам цвет такой неоткровенно красный, неоткровенно малиновый. Такой благородный бордо. Ну что, первый выброс. Нажимаем. Даже немножко страшно. Говорят, выброс здесь славный и с непривычки можно прям выронить нож. Первый выброс. Да, хороший выброс, приятный. Как вы видите, клинок DLC. Надписи стандартные для LUDT модели. У меня это M390 сталь. Вот в этом году, в 2021 выпускали их вот с такой стали. Хотя, может быть, были из другой стали, потому что у меня лимитка. Ну, так получилось. Я специально этого не искал, но из всего, что я нашел в интернете, где в наличии был этот нож, была только вот эта лимитка на PVK Vegas. Это, насколько я успел узнать, эмблема пожарной службы одного из штатов США или нескольких штатов. Я пока не разобрался, но, в общем, все, что пока надо знать, это эмблема пожарных. Так, интересная рукоять. Она вот даже мне прям впритык. Эргономика классная, но мне прям впритык. А я повторюсь, у меня ладонь некрупная. Очень многим нажиманам покажется эта рукоять маленькая, я уверен. Хотя, это, наверное, дело привычки. Смотря, как держат нож, смотря, что им делать. Мне удобно. Особенно этот горбик. Я люблю, кстати, горбатые клинки. Очень удобно. По хватам, так по эргономике, сходу, вот этот хват, конечно, для него. Такой пырятельно-подводный. Другие хваты, ну, другие хваты, как вы понимаете, тоже возможны. О, молоточный мне удобный, кстати. Для моей ладони удобный. Да, есть эргономика, есть хваты, приятная тактильность. Вот этих бороздочек, алюминий. Но вот этот хват ножа, наверное, под него все и заточено. Кальмаров каких-нибудь или каракатиц под водой накалывать. Посмотрите на сведение. Есть мнение, что у LUDT какое-то экстремально тонкое сведение. Мне так на глаз сложно определить. Но на глаз мне легко определить то, что подвод неравномерный. Видите, какая здесь тоненькая ниточка, а к кончику идет расширение. Причем и с одной, и с другой стороны. Ну, такое. Это мелочи. Чистая эстетика. Для ножа, который идет в поюс, это совершенно не важно. Винты майкротековские славные. Печально славные, как по мне, потому что невозможность разобрать свой нож, это нехорошо. Хотя в случае с автоматом, наверное, так и должно быть. Я даже сам побоюсь лезть в свой нож. Боясь, что там какие-то пружины, что-то все разлетится. Наверное, если производитель уверен в том, что механика будет идеальная на всем сроке службы ножа, и лезть туда не надо, ну, пусть будет так. Интересная конструкция. Это две алюминиевые плашки, никаких спейсеров. Красиво сделано. Ну, эти отверстия. С идеей, что подводный подрывник под водой будет его использовать, а потом выйдет, и вода туда вытечет. Есть у меня подозрение, что ни один подводный подрывник в мире никогда с этим ножом не нырял. Ну, легенда красивая. Давайте еще раз стрельнем клинком. Красиво вылетает, конечно. Приятная такая отдача в руку. Складывается клинок так же нажатием. Нажали на кнопку. Сложили. Причем так приятно, туговато складывается. Ну, и давайте наглядно с Себой сравним. Кстати, вот так в сложном положении они вот мне на глаз одинаковые по габаритам. Хотя почему-то по ощущениям мне показалось, что LUDT меньше. Думаю, что это из эргономики. Потому что Себа вот в руке лежит хорошо, так с запасом. Ну, такая форма рукояти у нее. Без ограничений для руки. А LUDT, как вы видите, из-за этого упора и из-за хвостовика, имеет такую ограниченную эргономику. Дает границы для ладони, куда ей упереться. И, наверное, поэтому такое ощущение. Ну, все-таки Себа, наверное, чуть-чуть больше. Вот вы видите, в разложенном положении. Но там миллиметров 10, не более. Но ножи оба красивые. Стоит признать, здесь выбрать какой-то один из них будет непросто. Для распаковки, я думаю, и так немало вам показал. А дальше посмотрим, пойдет ли он в поюз. Если пойдет, то будет полноценный обзор. В работе, в использовании, на долгом промежутке времени. Ну, а если решу, что нет, так я и так уже счастлив, что познакомился с таким ножом. Очень давно хотел его посмотреть. Все, друзья, не буду затягивать. Большое спасибо, что разделили со мной распаковку этого классного ножа. Я действительно очень долго хотел с ним познакомиться. И, как вы знаете, желание нажимана, оно обязательно всегда сбудется, если оно действительно сильное. Такое уж у нас увлечение. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok